приветствую всех сегодня у нас будет видосик на тему супер секретной операции под кодовым названием the line как не трудно догадаться эта операция представляет собой обучение сектантов новых и не особо новых тому что той теме которая в принципе этот канал и посвящен да вот кнопку которую мы ищем но эта операция меня не немножко прям мотивацию мне очень сильно подрезала во первых почему эта операция мне абсолютно не нравится она мне не нравится потому что во первых это нужно показывать самое главное что это светить ебало что я категорически не буду делать это прям однозначно вот второе что даже матерые как бы сектанты делают абсолютно все неправильно я просто как бы но самом деле подохуел неужели в методичке нас ну так на настолько криво написано что вот ну как бы так так можно криво делать непонятно вот но есть в этом один плюс есть в этом один плюс что операция длайн блять она показала успехи что мне тоже не нравится вот выборка была не о чем на и хотя подразумевалось что будет как минимум человек 10 пришло супер мало вот пришло супер мало как раз таки из-за того что по так скажем после того как я пообщался с сектантами вот достаточно так матерыми они мне рассказали что но я просто оторван от реальности это не новая я это знаю как минимум уже 10 лет я в этом мире прибиваю ну так скажем соусол в основном этом варпе катаюсь вот но с недавнего времени делаю эксперименты по заказу одного немецкого друга нашего да я думаю что он охуел уже когда первый раз мне прислал сообщение я накопал там всякую дичь вообще вот полнейшую я думаю что даже я не ожидал что такой будет это это просто пиздец просто пиздец вообще нахуй вот поэтому эксперименты будут дальше продолжаться это что показал эксперимент с под кодовым названием длай тому ну тем людям которые я объяснил у них практически на следующий день сразу появились результаты что очень странно потому что никаких результатов быть вообще не должно это включается вот вот так раз по щелчку пальцев и вы телепортируетесь на пол просто моментально не понимая вообще что происходит и никогда в жизни ну ну в смысле никогда в жизни очень трудно одному разобраться что произошло мы тут далее ну как бы сварганили методичку только после того как собрали некоторые данные там просто по крупицам вот что еще раз подожгло мне пердак очень сильно потому что хуй кто чё делает абсолютно но правильно зачем делать да можно же поныть просто там зайти к мдшникам вот сказать что я прозрел узрел осознал и теперь я буду смотреть видосики и наматывать сопли на кулак ждя патриарха значит чем прикол со ждунами тоже кстати с матерыми сектантами там пообщался челики которые как бы сидят на попе ровно они как бы реально ждут патриархат я прикалывался на эту тему очень часто да сами знаете но эти люди реально сидят и ждут то есть я неоднократно слышал что ну вот там подожду там пока путин там отъедет или еще что прочее какие-нибудь законы семейные изменят там шлюхи дешевле станут блять а что изменяется от этого вот что кардинально от этого изменяется ничего абсолютно блять ничего ты что перевоспитаешь их нет ты их отучишь от порошков там тайдов мифов и персилов нет и никогда от этих не они отучили блять не существует до недавнего времени способа откручивания вот порошочков хороших кстати стирают заебись вот поэтому как бы чё ждать вы просто ждете как бы свои кончины все я не знаю нахуя это это не меняет кровь вот вот абсолютно ничего даже когда мне пытались доказать что вот больших городах там легко снять содержанку там и тёлки нормальные небыдлятины я то есть я это проанализировал понял что в этом нет блять никакого смысла в этом ни единого смысла нет это невозможно сравнивать вы сравниваете это со своей колокольни потому что живете в просто в дерьме поэтому для вас возможно в этой парадигме станет как бы решение ситуации когда вам ведут патриархат и дадут пизду но я-то знаю что это нихуя не решать вот абсолютно нихуя не решает пока вы блять самодостаточным не станете вас так и будут ебать в очко вот просто абсолютно даже если законы каким-то образом там допустим там три поросенка или кто-то поменяют для вас конкретно ничего не изменится вас как ебали так и будут ебать вас просто будут немножко там знаете так по хитрому там обставлять ну и прочее но по большому счету это ничего не изменит это как бы первое второе матерые сектанты мне пояснили на пальцах что нужно менять аудиторию либо банить на хуй просто хуям всех смысл в чем смысл но я в принципе с этим частично согласен но пока я прям жестко что-то делать не буду но это пока на самом деле мотивацию мне убила вот эта поездка прям но на глазах то есть сразу стало понятно что канал он чисто но он просто не для не для ничего так скажем абсолютно бесполезно то что я вещают и тупо как блять я не знаю как об стенку горох вот как говорил немец что собакам объяснять бесполезно быстрее сам залаешь вот это реально вот то с чем я столкнулся эта реальность и как бы в принципе в этом есть на самом деле положительный положительная сторона что мы нашли все-таки какой аудитории двигать и это не мт да то есть канал который у меня собран грубо говоря первая половина оставшиеся мдшники до который до сих пор верят во что-то вторая половина которые блять в этом всем разочаровались и просто ходят троллят то есть вот вторая половина в принципе нормальная рабочая но они тоже сидят чего-то ждут такое подозрение что им вбили синдром альфача и они думают что как бы я им что-то должен и причем очень часто промелькали такие понятия что люди думают якобы что они мне донатят хотя сами хучу донатят ну не все конечно понятно что там но люди которые донатили это на эксперименты они прекрасно знают что эти эксперименты закончились супер положительно то есть я накопал выше крыши поэтому и бабкину абсолютно все оправданы осталось только этому научиться вопрос кстати плевать если как бы операция длань пройдет успешно вот но для остальных то что но сидите дальше думаете что вы мне донатить я вам должен я просто буду говорить что хуй клал вот и все все просто абсолютно чем больше будет у нас челиков которые хоть что-то бледда да поймут тем быстрее мы найдем кнопку если вы этого не понимаете и сидите ждете патриархат подписывайтесь на хуй с канала какой смысл тут сидеть я не понимаю на канале сидят плюс минус адекватные люди которым это нужно и я как бы эту тему я ее блять добью я ее практически добил осталось только понять либо меня наебают подписчики ну или люди которые залетают на канал которые рассказывают что что-то там неправильно вот либо я неправильно методичку составил пока что я склоняюсь к тому что у меня наебают подписчики они просто нулевые вот и все я вот в методичке даже вот когда с сектантами общался но не нашел его того что я что-то упустил глобальное такое ну ну этого нет да там можно было что-нибудь добавить там мимические мышцы добавить но это вот буквально я сегодня сделал я сделал без мимических мышц то есть это как бы такой себе это плюс-минус какая-то ну какие-то мелочи и не сказать что прям наверно важно но если важные операция длайн нам это покажет и я это обязательно запишу в методичку то есть так следите это методичка и самый прикол в том что методичку хуй кто читает зачем мы с арсом делали эту методичку я не знаю то есть вообще непонятно для того чтобы потешить чсв науки но ребят поймите что чем дальше вы это откладываете тем ближе к вам миф персил тает ариэль вот и эти порошочки они вам покажут что вы не альфач вы чмо вас просто на колени они поставят на минуточку знаете сколько вот люди которые действительно зарабатывают в отличие вот некоторых альфачей сказали сколько стоит содержанки да и я могу сказать с уверенностью в девятьсот девяносто девять тысяч процентов что половине канала как минимум это вообще блять не светит вот от слова нихуя вообще не светит тем более если мы будем брать да как каких-то там адекватных ну ну смысле не адекватных каких-то там выше среднего там симпатичных там или там я не знаю на ваш вкус и цвет это просто там я не знаю девяносто девяти процентам не светит вообще даже даже за какие-либо деньги вы нарветесь на тайды персилы мифы и прочее как я уже и говорил единственный вариант обхода это блять как как сказать если восстание неизбежно нужно его возглавить вот вам придется возглавлять восстание порошков если вы понимаете о чем я а если вы его возглавите если вы возглавите возможно вы поймете о чем я говорю вы попадете в то состояние и скорее всего там недалеко будет накладывание на себе рук потому что те состояния которые вы получите стайда я делаю легко без без побочек каждый день и в принципе они мне ну так типа знаете как фоном идут то есть я их могу даже и не замечать вот а для большинства это выход на зумерок но вы же не будете 40 летних подбирать правильно вы же альфачи нет вы будете зумерок а туда выход только один через чистящие средства так скажем значит так что еще хотел сказать по поводу смена аудитории оказалось все очень просто ну просто для обывателя сложно для меня для оторванного от реальности просто напрочь челика брать оказывается эта тема нужна тем кто кто ездит в командировке то ездит в командировке на дальники ездит машинисты там как как они там на судах кто плавает летчики и прочее и блять я не знаю каким образом это работает чисто для меня всегда было что эти люди тупо путешественники да то есть они не бывают в одинаковых состояниях то есть как я это вижу сидит чел на жопе ровно у него ничего не меняется ему это все надоедает он начинает как бы искать на жопу приключений ну и находит и 1 п потому что это самый верный вариант ну неверный а как бы статистически более вероятен вариант настолько что блять чуть ли там не в 90 процентов в это в это блять вляпаетесь однозначно а как дело обстоит с челом которые катаются по командировкам он может и в своем городе цепануть через те же там тиндер хуиндеры там и прочее хотя я официально заявляю что ебал рот всех кто там сидит и салым наебала но блять как чисто по мне чел может и в своем городе найти и и в командировке в которую он выезжает даже если он выезжает в какой-то хуево кукуева он может там ну каких-нибудь там шлюшек малолетних склеить там просто потому что у него зарплата больше в командировке ездят люди у которых там как ну за это платят так скажем у них не факт конечно что больше но тоже как бы чисто статистически у них как бы бабла больше водится но на самом деле оказалось просто противоположная ситуация просто потому что челы которые сидят на жопе ровно они чего-то ждут они реально ждут что путин уйдет что изменятся законы что три поросенка на рад наладят их семейный быть семейную жизнь они нарожают детей но они не понимают блять что сука даже если к власти придет ван дар холм блять или епифанцев для них не меняется ровным счетом нихуя вообще ничего не меняется их также будет разводить абсолютно также на законодательном просто это не будет прописано но им также скажут ну тут что ты там как бы точнее настоящий мужик письку ебать не дам вот и он побежит квартиры брать а чем это от этого отличается да ничем будут в браке гнобить скажут там разводы запрещены их будут травить нахуй вот как бы будут травить и в суд кому подавать там те же бабы сидят то есть ничего не изменится по факту я не понимаю чего вы ждете вы просто блять проебать свою жизнь на какое-то говно которое вас не спасет а думать пока как бы есть возможность пока есть вариант по крайней мере которые у некоторых работает да он какой-то призрачный но вспомните что было три года назад три года назад мне верующие рассказывали блять что вот бог есть расширенного нету и что я должен им привести некоторые исследования чтобы они мне поверили с какого-то хуя а в итоге получилось что человек блять который сколько яростный атеист сам видел бога и не просто видела вселялся в него понимаете вот что произошло как бы и как бы методичку считайте рабочую высунул поэтому возможно все то есть если вы не будете помогать то нахуй вы нужны на этом канале просто я не знаю либо вольюсь в какой-то вот либо снесу и буду просто вас тролякать вы сами прибежите вы прибежите ровно после того как попробуйте блять один из этих там тайдов персилов мифов и прочих если успеете добежать если вы не умрете а вариантов других нет еще раз повторюсь для чела из мд нищего в большинстве своем содержанки вообще-то ну можно и даже не рассматривать ваш единственный вариант через порошки идти все объективно вот поэтому как бы тут история такая вторая история мне очень поразило что но человек пришло очень мало да можно ну как бы там оправдать их что там какие-то семейные дела и прочее но ребят но какие могут быть семейные дела вас уже поставили на элементы скорее всего детей против вас настраивают скорее всего найдут им отчима и вы все равно туда претесь вот честно говоря если бы я прям вот на вашем месте был я не знаю чтоб я делал но чисто по ситуации вы просто тратите свое время на гниль какую-то понимаете зачем вы на тратите я но у меня как бы нету я не знаю зачем подумайте еще раз нахуя вам эта семья которая вас кинула займитесь лучше как бы собой вам от нее ничего не светит я блять вот переслушайте еще раз там вот это вот первое первое течение этих мдшников которые рассказывали что их кидали и жены и дети кидали и блять наркоманами дети становились а вы просто туда опять вкидывайте бабки за какой хуй я не понимаю это это слишком жестко вот но такое ощущение что блин это вот знаете и у меня как бы аудитория не в ебаных но чего которые в ебались это как бы все это но сравни какой-то вот потери конечности там и прочее это невозможно просто ну блять тебе придется свыкнуть то есть если на тебя там упал там камень откуда-то я не знаю ты просто шел на тебя просто упал камень блять нельзя найти виновного ты не можешь там вину на камень скинуть или прочее ну блять вот ну тут примерно то же самое понятно что там дети это живые как бы существа но тем не менее почему вы свою жизнь на это кладете вы будете ждать блять реально пока законы изменится там до 50 до 60 лет а а вы как бы не думали что вы просто не доживете до этого что у вас просто в могилу сведут вот эта семья которой вы блять продолжаете для короче очень мутная история очень мутная история странная вот поэтому я особо лезть как бы в это не буду но заканчиваю этот подкаст хочу сказать что наверное раздам сектантам задание но не из чата брать потому что в чате скорее всего шизы и мне как бы подтвердить но очень много мне мне прям реально поскидывали там сообщения то есть и в чате и на каналы шизов прям мое почтение так скажем а брать чисто для чисто для статистики будет ли это работать каких-то там проверенных людей которым это нужно вот поэтому на этой ноте счастливо всем это новых встреч